привет итак сегодняшняя моя тема это покупки на сайте amazon американский сайт всем известный нужно сказать даже такая мелочь как покупка в интернет-магазине в америке для мигранта это определенный эксперимент потому что сайт естественно на английском языке нужно все это перевести в google если ты не владеешь языком нужно изучить правила продажи правила возврата и так далее поэтому на все на это потребовалось определенное время конкретной курткой которую я заказала через amazon связана определенная история дело в том что я заказала куртку она должна была поставляться из китая я заказала обычной доставкой то есть бесплатной и сроки доставки значит были от месяца до полутора на амазоне действует такая система ты должен внести данные своей банковской карточки потом с этой карточки при покупке сразу снимаются деньги и потом ты ждешь доставки товара я в результате подумала что скоро лето куртка принципе мне не нужна и сделала сразу отказ но хитрые китайцы мне писали что товар уже на корабле и сейчас он статусе транспортирования мне была выслана квитанция каким образом я могу совершить возврат товара то есть если куртка стоит 50 долларов возврат товара стоил тридцать с лишним долларов то есть китайцы понимают если я получаю товар захочу ли я платить за возврат мне был указан адрес это была обычная китайская квартира чему я очень удивилась в результате я стала ждать когда придет мой товар прошел месяц 5 марта должна была осуществиться доставка но товар я не получил я начала переписку продавцом продавец мне долгое время не отвечал потом конце концов они мне отписали что деньги банковской карточки которые они у меня взяли они же мне и вернули но amazon не пишет что доставка должна осуществиться я поняла что деньги мне все-таки вернули и опять же распсиховалась потому что я решила что эта куртка мне все-таки нужно в результате я заказала еще раз эту куртку заказала срочную доставку срочная доставка в амазоне стоит в пределах 20 долларов но было видимо какая-то акция либо эти куртки заряжались где-то здесь на складе я заплатила 10 долларов и все-таки получила то что я хотела вот посылка от amazon валяется прямо под дверью это уже не первая посылка все она доставлялась аналогично правда есть случаи кражи я читал об этом в интернет но пока что у нас все обходилось закрываем дверь идем смотреть что пришло так поехали вообще каждый раз это сюрприз что приходит сколько ты не имеешь возможности не померить не потрогать очень плоская тугая упаковка даже не знаю с какого конца ее разрезать чтоб не навредить быстрее 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 вакуумная плоская упаковка при покупке есть инструкция как правильно раскрывать и как потом вещь привести в порядок вот это такая куртка камуфляж и розовый мех потом этот мех рекомендуется распушить с помощью фена и на воротнике и рукавах мех должен быть очень такой мягкий и большой но всяком случае тепленько будет правда уже лето не за горами но погода меняется и такой жакет не помешает иметь для разнообразия по моему весело вот это результат моей покупки хочу показать мех это такой вариант на прохладную солнечную погоду огромный капюшон отличие доставки в украине и в америке в украине я тоже пользовалась интернет магазинами нужно сказать что интернет магазин в украине это магазины узкой тематики то есть ты можешь купить либо технику либо одежду либо еще что-то другое в америке на сайте amazon можно купить буквально все начиная от компьютера вы заканчивая продуктами питания но в украине доставка осуществляется через новую почту в основном то есть ты приходишь на почту и разворачиваешь этот товар ты можешь его посмотреть пощупать если тебя не устраивает ты можешь его бесплатно вернуть ты даже можешь этот товар примерить в amazon все не так ты никогда не знаешь что ты получишь в результате мало того в комментариях если товар осуществляется из китая люди американцы пишут что заказываете размер в два раза больше потому что азиатские размеры с американскими имеют очень большую разницу куртку которую же я получила она соответствовала именно размер в размер я заказала на размер больше и она мне чуть-чуть великовата вот так вот на каждой мелочи в приходится учиться путем проб и ошибок в результате что я купила на amazon я заказала там вот такой вот малюсенький компьютер он мне нужен был для работы меня привлекал его вес это что он очень тоненький он легко вмещается сумочку на том же amazon я заказала швейную машинку зингер в магазинах такие машинки в обычных магазинах значительно дороже ну и вот такие вот аксессуары тут нитки и всякие принадлежности коробка открывается и там всякая ерунда ну и через amazon я заказала вот такой вот компьютерный столик он на колесиках множество полочек здесь лежит мой ноутбук он сейчас на кухне там старый ноутбук там английский вот все это пришло упакованным мой муж все это собирал вот поэтому практически все можно купить через сайт amazon из дамских покупок так сказать можно еще наверно отснять вот эту вот сумку она всего лишь 13 долларов довольно таки вместительная также через amazon были куплены вот эти вот аксессуары это палка сэлфи и всякие принадлежности вот еще через amazon были куплены два домашних костюмчика их можно для спорта они очень комфортные на баечке это толстовка жилеточка и штанишки розовый и серый и вот еще такая штуковина через amazon куплено это перекладина у меня дома был спортивный центр здесь пришлось обойтись вот этим вот здесь я подтягиваюсь вот здесь вот ручками нужно хвататься правда двери дали трещину но я еще не падала ну вот и все пожалуй на сегодня в общем то видео записано для того чтобы показать что всякая мелочь для иммигранта это определенное испытание подписывайтесь на мои видео до встречи приятных вам покупок